Привет! На связи BigGeek Жек Осенин и сегодня обсудим странную ситуацию с запретом продуктов Google для смартфонов Huawei. Что случилось и как жить дальше? Продавать ли свой Huawei немедленно и можно ли будет купить их телефоны в будущем? Обо всем этом сегодня поговорим. Заставоньку! Итак, для тех, кто не в курсе, ввожу в контекст ситуации простыми словами. США прессует Huawei из-за того, что те якобы шпионят в пользу Китая. И, ну, тут все понятно. Политика, дело грязное, но это все приводит к настоящей торговой войне. И правительство США, по сути, запретило американским компаниям вообще как-то сотрудничать с Huawei. Первой отозвалась Google, запретив Huawei обновлять свои смартфоны до новой версии Android. А новые телефоны смогут быть только с AOSP-прошивкой. То есть с открытым кодом там не будет приложения от Google, и это ни много ни мало смертельно для компании. Почему? Во-первых, Google разрабатывает приложения, которые мы используем на своих телефонах каждый день. Причем, неважно на каких. YouTube, Chrome, Docs, Drive. Представьте, что этого всего на вашем телефоне нет. Нет бесшовной облачной синхронизации, контактов, заметок, вообще всего. Нет Google Pay и вообще плевать на ваш NFC-чип. Нету синхронизации паролей, а ведь как мы к этому привыкли за последние годы. И самое главное, никакие из этих программ вы скачать не можете, просто потому, что у вас на телефоне нет плей-маркета. Нет, конечно, можно вспомнить, что все мы великие кулхацкеры. Залезть на 4PDA, на XDA и скачать там кастомную прошивку или даже Google сервисы их прошить. Но, во-первых, далеко не все пользователи Android даже знают такие страшные слова. А во-вторых, это внезапно может оказаться нарушением закона. Что делать? Логично, что если у вас Huawei, вы смотрите это видео в панике, не понимая, что делать со своим телефоном. Беспокоиться особо не стоит. Программы и приложения с вашего телефона особо никуда не исчезнут. Да, обновление Android вы, возможно, не получите, но патчи безопасности приходить будут. В этом нас заверила сама Huawei. Так что, ну, париться не стоит, если вам не критичен последний Android, но купив флагман за 70 тысяч рублей, я бы, наверное, был разочарован таким исходом. А вот как Huawei собирается продавать свои будущие телефоны, тут достаточно много вопросов. Например, как вообще можно продавать телефоны без сервисов и программ от Google. Ну, тут у компании есть два выхода. Во-первых, сделать свой магазин приложений, а во-вторых, сделать собственную операционку, у которых она в разработке уже. Ну, это все вилами по воде писано и вообще так себе. В случае собственного магазина там все равно не будет приложений от Google. А если будут, то это, опять же, будет незаконно и вообще может привести к запрету продаж смартфонов в некоторых странах. А в случае собственной операционки придется убедить разработчиков делать приложения для нее. И Google в этом тоже участвовать не будет. Во-первых, по законным причинам. А во-вторых, никто себе не будет рыть могилу и разрабатывать приложения для прямого конкурента, который еще не в самом лучшем положении. Просто так взять и выпустить смартфон без приложений нельзя. Это не те времена, не времена первых айфонов и андроидов. Не эра браузера и сайтов, а эра приложений. Да и конкурентов уже масса. Зачем мне покупать костыльный смартфон без половины нужных мне возможностей, когда я могу пойти и найти еще 20 с ними? К тому же, если не получилось даже у Microsoft с ее невероятным финансированием и реально клевый быстрый Windows Phone, то кто гарантирует, что получится у Huawei? Да, на китайском рынке своя атмосфера и свои самые нужные приложения. Но вот на мировом рынке компании придется очень туго и, кстати, не ей одной. Например, какова вероятность того, что подобного не произойдет с Xiaomi? И, кстати, если потерю одного китайского бренда, такого крупного, мы можем еще пережить, то потерю двух будет уже очень сложно. Это как щелчок Таноса среди смартфонов. Опять придется мириться с кривыми прошивками или тратить больше денег на нормальные телефоны. Или вообще пользоваться русскими сервисами, русскими телефонами. Крутая перспектива, да? События ударили даже по акциям Apple. Ведь что мешает китайцам в ответ на такой прессинг просто запретить продажу айфонов у себя? Правильно? Ничего не мешает. И вот недавно появилась новость о том, что с Huawei прекращают сотрудничать еще три компании. Qualcomm, Broadcom и Intel. А это значит не видать нам ноутбуков на лучших процессорах, не видать и других чипов в телефонах компании. Да и вообще это может очень сильно отразиться на всем производстве компании, не только на телефонах. Так что же, пора сказать Huawei пока? Нет, вряд ли. Скорее всего, компания пойдет на уступки и позволит американцам следить за своим производством. Ведь те, по сути, поместили Huawei между молотом и наковальником. К тому же, такое уже бывало. И Huawei далеко не первая компания, к которой высказывает претензии правительства США. Думаю, довольно быстро все наладится. Но может быть и по-другому. Компания не умрет и не предоставит американцам доступ к производству. И тогда Huawei вполне может вырасти в большущую корпорацию третью силу, равную Apple и Google. И вот тогда уж американским компаниям придется очень не сладко. Не сразу, конечно, в перспективе. А как вы относитесь к ситуации? Верите ли в будущее Huawei? Верите ли американскому правительству? И что будете делать, если смартфоны компании в один момент просто перестанут продаваться? Пишите в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Увидимся уже в следующем. Всем спок! Нафиг! Кока-кола. Не алкоголь. Во-первых, Google разрабатывает приложения, которые мы используем на своих телефонах каждый день. Неважно на каких. YouTube, Chrome, Docs, Drive. Бегущий ребенок на заднем телефоне. Все это мы используем каждый день. Можно?